Сейчас, 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 мы это сюда поставим. Поставим, уже запись нажали. Да, я у себя уже нажала, вам видно? Я хочу порадовать своей картиной, между прочим. Я здесь поставлю, чтобы вы видели. Да, хорошо. Сегодня же 1 мая. 1 мая. Я помню эти песни весенние, я помню, как мы ходили на парад. Я всех поздравляю с 1 мая. Это прекрасно было, когда 1 мая все соединялись, ходили на парады, думали о будущем. Слышно, мам? Да, это не. О, извините, муж. Это как-то. А это Наташа помогает мне. Она писатель из Белоруссии, она пишет книгу. Уже написала, уже сдает сейчас в издательство, уже договор оформляет. Молодец. Я видела и в ваших видео. Во-во-во-во-во-во. Так, я очень рада. Что вы мне позвонили, хотели поздравить. Я понимаю, еще записку мне написали, еще сказали, давайте запишем видео. Так. Что вы хотели сказать? Значит, если совсем коротко, то так. Я, значит, где-то полгода назад, в сентябре, встала в воде, в ванной, принимая ванну, решила откашливаться, потому что у меня затемнения были в легких. В 2003 году мне делали мастектомию с левой стороны и в 2013 году с правой. Химия, радио, с этой стороны только химия. В 2003 году меня оперировали в Москве. Управ главы президента, там, знаете, там, это заведение в лесу, которое. Голубев Владимир Алексеевич был мой хирург. И мои родители не знали, что у меня был рак. Я не хотела им рассказывать, потому что у нас это в семье. И я не хотела маму пугать этим. Муж мой, он англичанин. Поэтому я ему сказала так. Мы сейчас тут быстро прооперируемся. Я три дня только была в больнице. Значит, радио мне делали до операции. Мне провели две химии. И мы сразу уехали в Британию. У него здесь семья Бристаля. Врачи здесь запросили все данные, включая вот эти стеклышки с гистологией. Ну, знаете, подтвердили, что полностью точно такое же лечение, как и в России. Здесь мы сделали четыре химии. Родители так ничего и не знали долгое время. Это все происходило где-то с февраля по мартам, по маять 2003 года. Вот так вот все это заняло. Январь, февраль, вот май. Мы сюда в Бристоль приехали в феврале 2003 года. Ну вот, и от до этого, ну, если вам будет терпение у меня выслушать, вам будет тогда понятно, откуда ноги растут. Если можно. Или у вас сколько у вас времени? Я хочу вас слушать бесконечно, просто нам надо учитывать, что мы обычно, вот вы сказали, давайте запишем видео, всем покажем. Я хочу, учитывая восприятие людей, вот на праздник возьмем, будем это показывать. Там же что-то полезное вы хотите сказать, правильно? Да, да, да. Вот давайте ближе к делу. Если ближе к делу, тогда так. В связи с моей онкологией, в 2003 году на Каширке уже меня потом проверяли, я вернулась из Британии летом в Россию. Они мне сказали в Москве, что у меня в легких, в нижнем отделе, видимо, вода. Но они сказали, там я так мало, это часто бывает, не беспокойся. И я не беспокоилась. Потом мы каждые полгода меня здесь уже в Британии светили, меня делали КТ, и они подтверждали, что да, вода там, это и есть. И так это продолжалось вот вплоть до примерно 2018 года. И я тогда стала думать, ну что вот это вода? Я спросила у доктора, где это, вы мне хоть покажите, я так примерно знаю. Он мне сказал, что это у меня вот примерно здесь находится. Я ему говорю, а вы уверены, что это вода? Он говорит, мы не знаем, биопсию мы взять не сможем. Я думаю, ну если это вода, ну как-то она должна оттуда выйти, может и выкашлить можно. И я вот начиная с 2018 года, я так, просто так, при случае вот в ванной, так согнусь, ну что, вышло, вышло. И после того, как я сама решила, что я буду это выкашливать, прихожу на очередной рентген, КТ мне делали. Причем они мне делали контрастное, значит, вливание такое. Справа, в течение 40 минут ты выпиваешь специальную жидкость, и тогда КТ показывает пищевод, и какая там ситуация, и одновременно в вену они вводят что-то, какой-то контраст, для того, чтобы посмотреть остальные органы, включая легкие. Я помню, что Владимир Алексеевич мне сказал в 2003 году, Ирина, легкие, если пойдут метастазы, вот надо смотреть именно вот это, легкие. То есть у меня всегда это немножко так было в голове. И вот я просто не успела поднять свои бумаги, где-то, наверное, это было лето, весна 2018 года, когда я уже начала пытаться себя-то выкашлить. И пришла, когда на очередной рентген, они мне сказали, Ирина, у тебя появились там нодиолс, как-то так, в общем, какие-то образования типа кисти. Я говорю, ну покажите мне. И выглядело это так, вот допустим, ну вот срез этого легкого, и по низу, вот как на донышке бокала с вином, вот эта жидкость одинаковая в обоих легких, почему я была так и думала, что это вода. И по верху вот этой жидкости, такие как три небольшие или четыре, ну, зелка таких вот, прямо вот так вот по краешку. Теперь, значит, ну я тогда точно уже испугалась и стала, значит, еще активнее кашлять, потому что они сказали, теперь будешь приходить не каждые шесть месяцев, а каждые четыре месяца на КТ. Ну выкашливать это они вам посоветовали или вы сами придумали? Нет, я сама, никто никогда мне ничего не говорил, ни про дыхательную гимнастику, ничего. Я, кстати, не занималась никакими исследованиями. Вот, и, значит, когда они сказали, что через четыре месяца, я тогда струкнула, так это, серьезно, вот, и... А до этого вы не боялись, то есть у вас такая нервная жизнь? Знаете почему? Потому что в 2003-м наши-то сказали на каширке, ну, да, не волнуйся, я не волновалась. И англичане тоже ничего не говорили никогда. И я не спрашивала, они взяли там, может, пиопсию взять, они говорят, мы не попадем. Если, говорят, расти будет, тогда да, а пока ничего. Ну, вот, и вдруг я понимаю, что оно, значит, там, видать, рвануло. Ну, то есть вы у нас такая дама, которая, в отличие от многих, не были подвергнуты шоку, что у вас там онкология. Нет, нет. Руфимия там и прочее, вы никак этого не боялись, да? Нет. Ох, какая счастливая, теперь понятно, почему у вас такое личико светящееся, да. Я отвечу, потому что вы мне ответили, я думаю, неужели, неужели получится это. Я расскажу вам. У нас, знаете как, у нас по женской линии, по нашей еврейской, все погибли от рака груди. Бабушка, прабабушка, ее сестра, моя теперь троюродная сестра, у нее тоже там были в этой области неприятности. Моя мама миновала. Моя мама, значит, со стороны ее матери еврейка, а по отцу она грузинка. А мой отец русский, и выросла я в Тбилиси. Вот такая вот короткая история. Так что мы от вас недалеко, я знаю, откуда вы родом. А вот. Ну, хорошо, хорошо. На самом деле удивительно видеть такую женщину жизнерадостную. Ну да, если вы меня посмотрите, я в общем-то, не знаю, вам видно или нет, у меня ничего тут нету. Вот, у меня нет, вот видите, я стою. Я, когда у меня с левой стороны в 2003 удалили, я надевала там специально эти майки с лифчиками, там все подставлялось. А когда уже правую сторону убрали, тоже одевала долгое время. А потом надоело мне это, и думаю, да, и ладно. Хорошо, хорошо. Рассказывайте, пожалуйста, для наших зрителей. Да, да. Вы уже убедились, что вы реальную историю рассказываете. Да. Очень важно, чтобы вы кашливали сами по своей инициативе, у вас там что-то не так было, или что-то так было, а потом вы вдруг испугались. Это было еще до встречи с нашим методом, правильно? Да, абсолютно. Так, и что вы мне все-таки позвонили, что вы хотели? Вот, вот, я почти уже там, почти. Десять минут, вы все будете знать. Значит, периодичность моего КТ всегда была шесть месяцев. Потом она один раз стала через четыре месяца, потом второй раз стала через четыре месяца. Но после второго раза они сказали, теперь через шесть, потому что рост не наблюдается. Через шесть опять. И вот эти шесть месяцев должны были быть в январе 2020 года, вот сейчас. Но по разным семейным обстоятельствам я попала туда только в апреле, вот сейчас уже во время коронавируса. То есть я вернулась из Москвы, если вы посмотрите ваш имейл, который я вам послала, там моя фотография в самолете лечу, вот 15 марта я вернулась. Из Москвы в Лондон я прилетела. И 2 апреля я должна была идти на рентген этот свой очередной, который я и того через девять месяцев так получилось, что я туда пошла. Я им позвонила в больницу, у нас же тут уже, ну, карантин, сами понимаете. Спросила, что и как, они сказали, это было воскресенье, 5 апреля. Они сказали, приходи, потому что твой доктор посчитал, что ты обязана прийти. То есть кому-то там сказали, пока отдыхайте. И сейчас очень многие больные в Англии ворпят, что они онкологически больны, не могут попасть. А мне мой доктор сказал, приходи. Но они мне не делали вот эту жидкость, которая за 40 минут выпивается, что смотрит пищевод. Но сделали выливание, чтобы смотреть легкие. Вот. Я пришла в больницу, прекрасно было все организовано. Я через 15 минут уже вышла оттуда. Они с первого раза попали мне в вену, что вообще бывает редко. Но мой один ганийский друг мне посоветовал заранее, ему плакалось, что приду и меня там будут мурыжить. Он сказал, ты до того, как к ним заходить, сюда мне колят вену, ты, говорит, вот сюда себе зажим какой-нибудь сделай, завяжи чем-нибудь и так иди. И я где-то за 10 минут до входа к ним, я резинку от волос, вот такую простую, вот сюда налепила. И все, она с одного раза попала. Правда, было 3 часа дня, если было бы утро, я не знаю, утром, знаете, сложнее брать. Вот. Но меня всегда, знаете, что настораживает, если медсестра хорошая, никогда не спрашивай, какие у вас вены. Никогда. Как только задается вопрос, какие у вас вены, ну, все. И этот вопрос был задан. Я ответила, ну, зависит от медсестры, хорошие они или нет. И она попала, ну, и думаю, ну, все, я перекрестилась. Все. И, в общем, они взяли у меня этот анализ. Значит, это было 5 апреля 2020 года. Но мое выкашливание, которое я делала в течение вот этих, скажем, там, двух, ну, полутора лет, начиная с сентября 2019 года, резко преобразовалось. Почему? Я была в гостях у своей подруги здесь местной. Она в Тонбаре живет. Это городок рядом с Бристолем. Там полчаса я сдаю. И у нее были такие, она устраивает эти potato parties. То есть она очень состоятельный человек. Но сама выращивает свою картошку. И вот в сентябре она ее собирает. И люди приходят день за днем в большой такой красивой, очень большой красивой палатке. Так человек 20. И сидим там и разговариваем. И так вот 4 или 5 дней вот такая хорошая у нас там жизнь. И она моя близкая подруга, она, я приехала ей помочь. И она мне сказала, знаешь, что тебе надо отдохнуть, ты, пожалуйста, оставайся у меня на ночь. У нее там очень много где есть места, в ее огромном доме. Это даже не дом, это вообще что замок. И она мне сказала так. Иди в ванну, набирай в ванну воды, лежи в ванне. Я говорю, Кать, слушай, я вот лежание в ванне, ну вот, ну, время, понимаешь. Говорит, возьми книжку и читай книгу. И лежи хотя бы час. И она так, и поскольку я у нее прожила там несколько дней, помогая ей, вот это был мой такой ритуал. Вот вечером в ванну и книжка. Книжка. В воде, да, в теплой или горячей, или какое-то? Обычно, ну, в воде. То есть она меня в сентябре 19-го года приучила к тому, чтобы принимать ванну. Длительно, час, чтобы мои нервы успокоились. Почему? Не по Залманову, там, как наливают, там, все это дело, обертывание потом, нет, просто обычная ванна. Нет, просто она безотносительно ничего, просто чтобы я отдохнула. Я тут должна сделать такую пометочку, что я психиатрически больной. В 23 года, это был 90-й год, у меня случился первый мой приступ анеокально-депрессивного психоза. И моя подруга, зная эту ситуацию, понимала, что мне нужно быть, ну, успокоенной, в нормальном состоянии. Да, Наташа, пожалуйста, дай мне айпад, там кто-то звонит, у меня все время звонят, вы уж извините, я просто отвечу быстренько. Конечно. Дай мне вот, я сразу отвечу заодно, потому что там будут звонить. Очень интересно, потому что, сейчас, я все жду, когда вы придете к конкретности, когда, вы сами придумывали, когда не знали. Так, дальше. Вот, значит. Я заодно тут этим займусь, вы не обращайте внимания. Я привык вот так вот, как, сразу задачу решать, такая, как у Цезаря у меня голова, хотя я не Цезарь. Да, так, давайте. Читайте и говорите одновременно, да. А как вас с английским, я хотела спросить. Да. Знаете почему, как у вас с английским, говорите по-английски. Нет, я не говорю по-английски. Я так подумала, я вам скажу, почему. Да, я просто не любил изучать язык, у меня на это дело очень плохо. Я только знаю, да, я только, когда, ну, короче, это долгая история, я везде был в разных местах, и меня переводили, у меня методика такая, поэтому и получилось, что ее легко перевести, там, простые действия. Да, 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 да. 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 Я что хочу сказать? Я почему вас прошла, так немножечко перебила, про английский. Когда вы говорите про многозадачность в одном из ваших видео, для англичан это переводится multitasking, много task, ну, задачи, да. И здесь все английские тети, они всегда смеются над своими мужчинами, потому что они все знают, что у женщин есть такая способность, много задачности по-русски, да, а мужчины ее не обладают. И когда я приехала в Англию, я об этом узнала с изумлением. И меня все спрашивали, как это, ты же что-то не можешь сразу несколько дней одновременно делать? Как вот вы в видео рассказывали, там, сушить феном, там, губы красить, там... Ну, луфа, когда параллельная деятельность тренирует, развивает у человека способность, разумную задачу решать одновременно. Я не умею, у меня мужские мозги. Какие мозги? Мужские. А-а-а. Молодец, молодец, молодец. Сегодня 1 мая, вы женщина, вам же можно говорить. Мужские мозги. Молодец. Да. Так. Я об этом много задачности, я узнала здесь в Англии. Они называют это мальти-таскинг, мужчинами всегда ржут, что те не могут мальти-таскинг выполнять. Что не могут? Громче скажите, пожалуйста. Мальти-таскинг, то есть мульти-таскинг, таск, это задача, таск. Я не сплявая, поэтому я не слышала. Что, еще раз скажите, чтобы всем понятно было, я это понял, но надо, чтобы все слышали, потому что... А я, знаете, тут... Немножко технически, да, здесь вот связи же, да. А вы знаете, тут какая-то у меня вещь, называется, стоп-титр можно включить. Я сейчас включу стоп-титр, я вам напечатаю. Да. Если получится. Я думаю, мы сегодня внимание всех захватим, потому что они видят красивую даму, которой пофиг, онкология у нее нет. Потом они слышат, что она, оказывается, психически больная была. О, да, да, да. Тут же это ответ какой-то у них. Ну, теперь они хотят понять, на самом деле, то, что мы с вами говорим, для них полезно или нет, потому что у них или дяденька, тоже кто-то с онкологией, они вдруг услышали, что какое-то там есть методика, и вдруг человек рвется, пишет, 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 очень важно с вами поговорить, наверное, для пользы всех вы хотели. Да, конечно. Ну, тогда давайте к делу перейдем. Теперь они поняли, что вы психически когда-то что-то у вас было. Да, это отдельно. Ну, у многих, говоря, вот разные эпизоды бывают, я сам психиатр по медицине и так далее. Я считаю, что у вас сегодня нету никакого психического заболевания. Нет, нету. Да. Но вчера, это отдельная песня, давай скоро про лёгкие, это сейчас самое важное из-за коронавируса, почему я к вам стала рваться. Значит, я, начиная с сентября, стала это своё выкашливание проводить в ванне, и постепенно, в течение года, у меня это... Кто-то выкашливание посоветовал? Да никто, я сама придумала. Если эта дама в Англии вам предложила только в ванну делать. Да, да. Как подружка. Кто-то её делать, а от ванны до выкашливания расстояние, как от солнца до луны. Да. А кто это вам предложил? Да никто не предложил, я сама. В нашей голове возникла идея делать выкашливание, дабы эти лёгкие освободить от того, что там... Извините, пожалуйста, сейчас секундочку. Я понял, понял. Да-да-да, сейчас, секунду. Можешь ли? Олечка, я на связи с господином Хасай Алиевым Магомендовичем, ты знаешь, кто это. Да ладно, ну что, давай, разговаривай, пока. Пока. Это моя близкая подруга, она может подтвердить, что у меня было. Вот, и... Да. Я сама, я просто, я школю физику, я думаю, если это вода. Ну, она хорошо внизу лёгких. Ну, как-то же её можно оттуда достать. Я думала, что я это выкашляю. И когда я залегла в ванну, то есть где-то по год я просто кашляла не лёжа в воде, а просто под душем. Потому что я принимала всегда душ. А тут подруга заставила меня принимать в ванну. Я её полюбила. Я читала книжку, набирала в ванну в воду, ну, как в ванне лежишь обычно. И потом уже так, ну, согнусь, там, что-то там кашляло. И в конце концов это трансформировалось во что? Что я, допустим, лежу в воде, ну, в какой-то там ванне дома, там, у мамы в Москве, у себя здесь, то ли где-то. Если ванна короткая, ноги там куда-нибудь на стенку, на спинку в ванны, ноги тут не важны никак. Так, значит, я делаю так, ложусь на дно ванны, так, чтобы вот, как вам объяснить, вам видно, да? Вот это моя голова, вот это, видно? Вот голова. Вот это вот моя шея, вот тут, и вот моё туловище, вот так. Голова и туловище полностью на дне ванны, то есть не на спинке ванны, а на дне ванны. А ноги, они там, допустим, ну, так, болтаются, это не важно. Вот так вот, вот так, да? Да, голова над водой, естественно, нож над водой, естественно. Нож над водой, то есть вода набирается так, чтобы нож торчал из воды. А всё остальное, подбородок, вот отсюда. Всё в воде. Понятно, мы все представили, как мы и так и делали. Да, во-во-во, вот это, во-во, вот это, то, что вот у вас, да. Значит, тут, значит, очень важно, чтобы голова была на дне ванны, не на спинке ванны. Ну да, чтобы шея была не согнутая. И набираете себе воду. Нож торчит, я обычно так набираю, что у меня даже глаза под водой, вот так вот. Да, вот так глаза, нож торчит. Если кто-то носом не дышит, ну, рот будет, конечно, над водой, вот так. Это, в принципе, не очень важно. Ну, вот так, допустим, у вас вот тут вот так вода, тут что у вас там закрыто. Если у женщины есть бюст, то он плавает сверху, это ради бога, это пускай. Вот. И вот в этой, значит, позиции, когда вы так лежите, вот сейчас узнаете про основную этого метода. Вдруг вы это слышали, я не знаю. Теперь вам надо на меня смотреть. Вот представьте, я лежу в ванне. Вот у меня вот так вот вода, вот так вот, вот так вода. Я вся в воде. И я начинаю вдох по методу, который я потом подсмотрела, потом уже узнала, буквально неделю назад. Доктор Ушаков прекрасно сделал видео, как надо дышать. Это видео называется COVID-19, то есть вот этот коронавирус. Профилактика вирусной пневмонии у пожилых. И какая-то добрая душа прислала мне вот это видео. Когда мне этот человек прислал видео, я была как раз в этом промежутке времени, между сдачей своего анализа 5 апреля и получением ответа на этот анализ 15-го. То есть я еще не знала, что я воду выкошлила такие из легких. Это я еще мне не было известно. Но я просто рассматриваю видео этого доктора Ушакова. Он там рассказывает, если коротко. Вы можете его найти в Ютьюбе. Очень хорошее видео, 13 минут, по-моему, идет. Для пожилых садитесь на стул. Имейте, уважаемые, в виду, что у вас три отдела, как бы считается, в легких. Нижняя часть, средняя часть, верхняя часть. Сказать вам по правде, я даже не знала, что у меня тут есть верхняя часть легких. Вот я честно говорю, это я у него услышала. И он там так наглядно показывает, что у пожилого человека, он так брал такой, показать тут, ну, так он брал такой какой-то суафановый пакет, он его надул и говорит, вот у пожилого человека, ну, легкие, скажем, вот такого размера, а у здорового человека, ну, у него было подготовлено. Я-то не знала, что вы так быстро откликнетесь, не подготовилась. Легкие там, допустим, такого размера. Ну, так, может, это на двоих, я не знаю. Ну, так, как-то он показал. Ну, понятно, да. И он говорит, для пожилых, почему важно в условиях коронавируса, то есть еще раз, его видео называется так, в марте было выпущено этого года, COVID-19, профилактика вирусной пневмонии у пожилых. Вот. И он сказал так, всем, пожалуйста, расскажите о том, что если вы вдруг заболели вот этим вирусом, вы попали в больницу или вообще любым другим вирусом, и у вас вот пневмония начинается, да, чтобы вам легче это перенести, в принципе, чтобы выжить даже, да, если у вас большой объем легких, в какой-то его части эта пневмония вирусно развивается, но остальная часть легких, она за вас тут дышит, и кислород поступает в легкие, из легких, ну, в кровь и так далее. То есть давайте увеличим объем легких максимально, насколько вы сможете. Вот, пожалуйста, пожилые люди, сядьте, значит, на стульчик. Вот, вам видно меня живот мой, виден вам или не очень? Видно, видно, видно. Я так откачусь, значит, вы, значит, сядьте на стул, он говорит, вдохните и выпейте живот, положите тут-то руку, чтобы вот вы вдохнули, значит, тут наполнили нижнюю часть воздухом. Еще, значит, вдыхаете потом грудь, и потом вот верхнюю часть легких. Паранояма йоговская, паранояма называется, когда надо сначала отпустить живот, отпустить живот, потом, делая вдох, именно затягивать воздух в нижнюю часть, потом затягивать среднюю часть, и потом подключичную часть. Да. Потом выпускать в той же последовательности в обратной, да? Да. Ну, сделайте еще раз, вы сами теперь расскажите. Значит, я пока пересказываю, что сказал уважаемый доктор Ушаков, но в том видео он на йогах не ссылался, насколько я помню. Я-то думала, что это его метод. Я-то же ничего не... Его метод, да, его модификация применительно к профилактике коронавирусной инфекции. Да, у пожилых. Потому что йоги тогда еще этого не знали. Да. То есть, лет назад, может, и была коронавирусная инфекция, но я не знаю. Может, другая какая была. Ну, хороший доктор, да, взял и адаптировал тысячелетнюю историю к современности, к вызовам современным, дерзким. Молодец он. Он, он. Да, я с удовольствием вас слушаю, и все с удовольствием вас слушают, потому что женщины в первую очередь с удовольствием слушают. Мало ли кому придется воспользоваться. Так. Полезным опытом. Даже для соседки, правильно? Конечно. Не обязательно кто-то заболел. А то даже для соседки. Ну, знание – сила, а не знание – отма, правильно? Давайте. Поехали. Знаете, знаете, как говорят? Да. Игноранс. То есть, ну, игноранс – это человек, который без знаний. Англичане говорят, игноранс – из близ. Близ – это благословение. То есть, они что имеют в виду? Типа, меньше знаешь, крепче спишь. Понимаете? Вот это вот главное. То есть, когда вы не знаете чего-то, то вы спите спокойно. У них такая идея. А я считаю… Это неправильно. Это… Нет, истинно правильное. Меньше знаешь, лучше спишь. Имеется в виду другое совсем. Это не к тому месту приложенная пословица. Да. Это не к тому месту приложенная. Потому что сейчас в данном случае не об этом идет речь. А речь идет, когда ты знаешь, ты вооружен. Да. Знание – это сила. Да, журнал такой был. Знание – сила. Просвещение – сила. Образование – это сила. Предупреждение – это профилактика. Это сила. Если я не ошибаюсь… Хотя человек делает профилактику, ему не приходится потом умирать от коронавируса. А мы сейчас с вами занимаемся чем? Профилактикой, причем активной профилактикой. Мы показываем, что надо делать. Причем человек, который делал химиотерапию, онкологией страдал, грудь удалили. Ну, все это нешуточное дело. Ну, нешуточное дело. И этот человек рассказывает, как он делает упражнения. Молодец, молодец. Только громче говорите, потому что вы далеко немножко. Так лучше, да? Вот. Значит, я пока по доктору Ушакова. То есть я вам рассказываю то, что я у него увидела. Узнала, что, оказывается, три отдела у нас есть, легкие. И самое главное, что он сказал в этом видео, он как сказал пожилым людям? Для того, чтобы верхушки легких раскрылись, вот вы хлёст делаете, да? Раздвигаются легкие. А он, значит, как сказал? Сходится-васходится, хлёст руками по спине. Класс, тогда вы. Я знала верхушки легких, но что-то так помню, так со школы. Я, кстати, хорошо училась в школе. Мне это пригодилось в физике, потому что я вам сейчас расскажу про мой метод. Это физика, это даже не медицина. И он так им говорит, пожилым людям. Вы, говорит, приподнимите вот так вот плечи, чтобы легкие у вас вот тут наполнились верхушки воздухом. И тут у меня, знаете, лампочка зажглась в голове. Я думаю, опа, а я же знаю это с другой стороны. Вот про вот это вот поднятие плечей. Откуда я это знаю? От того, что я это делала в воде. Я думаю, оказывается, научная база есть под то, что я делала в связи с коронавирусом. Я, значит, вернёмся к нашим баранам. Я, значит, лежу, вот моя методика. Я лежу в ванне, у меня тут голова, вот тут у меня шея, тут у меня туловище, ноги там где-то на чём-то. И я, поправьте меня, если вы знаете про такое дело. Ну, вы как аспатик, может быть, вы об это где-то стукались. Я, значит, по доктору Ушаковой или по вот этой йоговской технике вдыхаю животом, вдыхаю лёгкими, вдыхаю вот этой частью. Ну, вдохнули полной грудью, да, как Ушаков говорит. Ушаков как говорит? Держите дыхание как можно дольше и развивайте лёгкие. То есть он там говорит, по-моему, так, что если меньше двух минут, кажется, вы можете только задержать дыхание, это плохо. Если 30-40 секунд, это вообще очень плохо. Ориентируйтесь там на какие-то более высокие нормативы у него видео. Прямо там это всё нарисовано сколько секунд и минут. Я прямо скажу, как здесь так, чтобы можно дольше держать. Да. Может быть, это как раз... Потому что, когда ты держишь дыхание и думаешь только об этом, ты не можешь долго держать. А когда ты держишь дыхание и думаешь о чём-то другом, внимание, когда переключено, тогда оно автоматом держится. Да. Да. Ну, я потом это объясню. Как это делать? И дальше, по-моему... Я, значит, набираю полный животик воздуха, грудь и тут. Имейте в виду, я при этом лежу в воде. И что я делаю потом? Значит, вот я набрала вот так вот. Я вот так лежу в воде. Вот так я лежу, да? Набрала и как воздушный шарик так. Ну, держу воздух. Проходит 2-3 секунды. Я не выдыхаю. Я вдыхаю ещё. До вдыхаете, до вдыхаете. Да, да, да. Проходит ещё несколько секунд. Ну, по самочувствию. До вдыхаю ещё. Не выдыхаю. Вот я... Представьте, что я в воде лежу. И проходит ещё несколько секунд. Я ещё до вдыхаю. Ну, мать, ну как вас муж выдерживает вас? Это интересно. Вы же титан. Ну, теперь понятно, что вам никакие болезни не подходит. Посмотрите. И когда я, значит, в ванне это упражнение делаю, я вдыхаю и вдыхаю, и вдыхаю. Из-за того, что я в воде, сравните это с Видео Ушаковым, из-за того, что у меня тут раскрылись полностью лёгкие, потому что я довдыхала миллион раз плечи, сами в воде. Это физика поднимаются к вашим ушам, упираются в уши, ваши руки вот так, как у борца. У меня треугольная ванна вот так вот висят у меня здесь. И я знаю, вот это момент, когда у меня полностью лёгкие с воздухом. Я как поплавок. Меня выталкивает. С каждым до вдоха меня начинает выталкивать немножко из воды. Попа у меня тяжёлая. Я 70 килограмм. Поэтому она меня как якорь держит. То есть вот это у меня на дне. А меня вот всё вот так вот из воды. Как хорошо рассказывать. Я никогда не думал, что для того, чтобы польза большая человечеству произошла, нужно, чтобы человек переболел раком, получил химию, отняли грудь и так далее, и переболел психически. Причём 7 раз. 7 раз в психиатрической больнице. Ну вот. И всем вдруг показывает, как надо лечиться от коронавируса. Ну молодец какая. Поехали дальше. Поехали дальше. То есть у меня возникла в голове связь, что раз Ушаков говорит, что просто поднимите плечи, а я думаю, я в воде, они у меня сами так поднимаются, я просто на этом не акцентировалась. Вы думаете, я думала, что у меня там люки раскрываются? Я вообще была не в курсе. Но когда он сказал, я вспомнила, ты же Ирина, ты же физика. То есть если вы, выполняя это упражнение, будете довдыхать вот так вот и будете в воде находиться при этом, вас вот так постепенно из воды будут выталкивать. И если вы будете в ситуации, когда вы заметите, что у вас плечи постепенно, так с каждым вдохом, сами, сами, вот так, вот так уперлись, вот это ваш максимум. Дальше из-за того, что у вас плечи выше не идут, вы хоть треснете, выдыхаете, ничего не сделаете. Понимаете? Уже всё, у вас вот всё вот так, всё. И вот такой вот грудь колесом, я сразу вспомнила, это же оттуда всё идёт. Здорово, ребята. Ну сначала-то надо выдохнуть, прежде всего, чем это делать, в ванне, например, или сидишь, например. Ты сначала выдыхаешь, а потом начинаешь в живот втягивать воздух. То есть живот отпускаешь и туда втягиваешь воздух. Потом чуть приподнимаешь плечи и начинаешь втягивать дальше уже в грудную область. А потом больше приподнимаешь плечи и уже втягиваешь сюда. Да. И вот, а если ты сделал так, то потом можно ещё довдохнуть. Довдохнуть, довдохнуть, довдохнуть. Понимаете? А если ты лёжа в ванне это делаешь, тебя, естественно, потому что ты становишься, как этот пакет надутый воздухом. Тебя выталкивают из воды, и ты становишься всё легче воды, всё легче воды. А потом выпускаешь через нос всё это делать. Да. И вот смотрите, когда я это делала в ванной, то есть я довдохну, довдохну, и потом из меня, и вот то, что у меня было в нижнем отделе лёгких, оно у меня всё ушло. Но об этом я узнала радостно 15 апреля. Моя бумажка в соседней комнате, могу вам показать. Как ты пошла на КТ? На КТ, я пошла 5 апреля на КТ, где-то числа 10 я видела видео этого доктора Ушакова, у меня стукнуло в голове, что я, наверное, правильно сделала. И потом я тихо, знаете, надеялась, что это даст какой-то результат. И мне звонит доктор, это у меня было, наверное, числа 10-го, у меня вот этот телефон китайский, самый дешёвый, Прима, он, вот если обычно звонок, записывает сам. У меня доказательства есть, я с ней говорила. И она мне по телефону говорит, а вы знаете, у вас чистые лёгкие, ничего нет. Я говорю, вода ушла. Да, говорит, вода ушла, радиограф сказал. То есть они сейчас, из-за коронавируса, они сидят сами перед экраном. Ну и сколько дней вы так в ванне делали вот это упражнение, чтобы вода ушла? Я в ванну принимаю каждый день. Один раз кошлену, вот так наберусь как следует, кошлену, всё. Ну сколько дней так получилось, что вы догадались? С сентября я это делала, каждый день до вот апреля. Каждый божий день. С сентября, да? Да. То есть вы делали это дыхание по тому, как доктор вам показал на видео, да? Нет, нет, нет. Видео доктора Ушакова я увидела в марте, потому что у него в связи с коронавирусом выпускают. Да, да. А выкашливать вот это всё, вдыхать вот эту систему до вдоха, я придумала, начиная с сентября 2019 года. Она мне постепенно так развивалась. Споря просто сидела в ванне, кашляла. Что прибавило вам то, что вы посмотрели видео доктора Ушакова? Это мне показало то, что он так сказал, поднимите плечи, чтобы сюда больше вошло воздуха. А я знала, что когда я в ванне нахожусь, и я свои вот эти, да вдохи, вот эти. То есть что вы тоже самое делаете, да? Видели, да? Да, видел. То есть я, я, у меня связь получилась, я поняла, что... Понял, а у доктора Ушакова было такое, чтобы выкашливать? Не, что вы. Он просто делал это по поводу... Дыхания. ...вылечения объёма лёгких. Понял. А вы ещё добавляли выкашливание. Да. Понятно. А теперь я вас поздравляю. Теперь объясните, пожалуйста, в связи с чем вы мне позвонили. Да, Димуля, Димуля. Ну, ещё 5-7 минут, хорошо? В связи с чем вы ко мне позвонили. Я вам, я к вам позвонила вот почему. Я когда... Во-первых, мне доктор позвонил, сказал, что всё чисто. Потом пришла бумага, и там я по-медицински, я вам в e-mail всё выслала, все фотографии, что от доктора пришло. И я спрашиваю, это что значит, что чисто? Она говорит, да. Я говорю, а вот эти там были какие-то там штучки ещё. Она говорит, ничего не указывает в репорте, это значит, что всё чисто. И я с таким тогда встала и говорит, вы знаете, как это у меня получилось? Я это выкашлила, находясь в воде. Ну, это английский доктор, она споря так напряглась, потом немножко послушала, говорит, ну, это тебе не повредит. Даже не стала ничего записывать, в общем, и всё. И они чистые у меня теперь, лёгкие. Я выкашлила с нижнего отдела. Почему важно это делать в воде и лёжа? Если бы я делала бы это сидя, ну, попробуйте сидя выкашлить вот это вот оттуда. Это нет. А вот именно в воде нижний отдел выходит это легко. Знаете, вот как в обле. Помните, раньше, когда в обле была, и пузырь у неё там есть? Пузырь. Его ещё спичкой поджигали, он горит, и потом его ели. Вот это такой, у тебя пузырь, вот это тут. Ну, молодец. Короче говоря, это называется изобретение способа. Способа, способа лёгких, с целью, значит, профилактики коронавируса и вообще вирусов. И увеличение объёма лёгких. Да, да. С целью производится то-то и то-то, что в отличие от предыдущего способа, который вы смотрели там по видео, в этом-то пункте делаете вот так, а в этом пункте делаете вот так, и в результате получаете вот это, и потом КТ вам показывает, что лёгкий чистый. Да, да. Ну, это способ, вы изобрели способ. Если бы вы с патитоведом говорили, он бы отличительные признаки, как я сейчас вам рассказал, запомнил подробнее, вы бы подали заявку на изобретение, но надо было бы ещё сделать клинические испытания. Надо было бы, чтобы много-много людей, там сначала экспериментальная группа, потом... Ну, короче говоря, это большая история. Вот я вам эту историю даю. Ну, пожалуйста, вы сделайте. Так я не пульмонолог, это надо академику Чичавину. А я-то не знаю такого академика. Александр Григорьевич, мною уважаемый человек, он мне в своё время от астмы помог. Да, да, да. Ну, это целая история, у меня в одном ролике есть. А потом я когда уже придумал хлёст, придумал лыжника, шалтай-балтай, и когда пожары Нижегородской области, я там помогал лазурным, всех собрали, я им там это показывал. А я был там без маски, хотя там воздух был весь и в гаре. А я приехал, потом пошёл к Александру Григорьевичу, и говорю, вы мне тогда помогли маленькой дозой выйти из этих осмотических приступов. А теперь я младший врач, коллега, ну, вы же старше меня по возрасту, и вы академик, я не академик, но я как врач, коллега коллегии, у нас такой принцип раньше был. Возвращаю вам то, что... И показал, он говорит, слушай, пойдёте показывать. Завёл меня в зал, там сидят будущие врачи, все в белых халатах. Он говорит, вот, говорит, я привёл вам очень талантливого доктора, книжку мою им новую показал, и мне говорит, давайте рассказывайте. И я им, всем врачам, будущим пульмонологам, рассказывал, как снимать вот эти приступы и так далее. Ему надо вот это рассказать. Ну, я к вам вот обращаюсь. Почему? Потому что я Ушакова написала прямо под его видео комментарий вот такой, если вы откроете его видео, вы там увидите, вот столько написано. И там я ему написала подробности в имели. Но он мне ответил и сказал, во-первых, этот метод не мой, во-вторых, насколько он хороший. По описанию сказать нельзя, надо проводить статистику, как вы и сказали. Вам нужен врач-пульмонолог, желаю удачи. Я тут же, а я, значит, вот эти вот последние два-три дня, я о вас только узнала, я ничего про вас не знала. Кроме того, что вчера я нашла это чудесное кино, записанное про вас, длинное, большое кино про вас, что сделано. Я вспомнила, что я же увидела этот фильм про вас, про ваш метод. Давно еще видела. Это как Федор Макаров, наш Федор Макаров сделал «Ключка мечте» или что у вас? вот этот фильм, да, вот он, вот он. Я... Взряд работал. Да, я вчера его увидела, это кино, вспомнила, что я его видела, вспомнила, что там не все вы тогда давали там полностью этот метод, оценила, что вы сейчас его, в общем-то, даете вот это вот все, да, в связи с этим вирусом. А вы сихронасос нас уже делали, сихронасос? Нет. Конечно. Ну, скажите, как вы его делаете? Так, значит, сперва я делал вот этого, да? Да, 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 но сихронасос я его так делаю. Сейчас покажу. Вот. Значит, нащупывается эта точка, я вот не помню, как она называется. Хэгу, хэгу, это общегокрепляющая точка в китайской медицине, это самая, да, из популярнейших. Ну, сперва, сперва, конечно, лучше сделать хлюст, хлюстами по спине, поехали. Да, хлюст. точка вверх, если происходит расходится, к кислороду больше попадает. потом, ну, можно шалтая болта. Если поделаем, потом шалтая болта. Я очень руками могу махать, у мужа тут, он компьютеры чинит, тут все сдавали на этим, сейчас. Да, да, хорошо, то есть раскрепощаем, шарно-грудной отдел, и мы в этот момент о чем думается, да, дальше, дальше. Это не физкультура, здесь вектор внимания другой, это очень важная новая параллельность. Да, да, не физкультура, я имею в виду, что я просто не могу тут размахиваться особо. Самое главное, делаешь, как ты делаешь, а не как кто-то. Да, ну так, так, да, то есть я расслабилась, я вам расскажу, как я расслабилась, я вчера вышла в ноль, с первого вашего видео, с первого фильма, я же, я же психиатрически больной, я же знаю, что такое этот ноль, я в нем бывала, меня из него вытаскивали, потому что я была несбалансирована. Слушайте, вы знаете, что, если бы умные врачи, сейчас, увидели это видео, и в том числе, психоневрологи и психиатри, а самое главное, психотерапевты, если бы увидели психологи, они бы поняли, почему у психически больных нулевое состояние возникает, как это происходит, и что такое психические заболевания, был бы сейчас юнг, адлер, был бы сейчас наш великий фрейд, они бы за тебя уцепились, дорогая моя. Я знаю, у меня, знаете, как прорыв пошел, и когда вас... Потому что мне этот ключ помогает разобраться на всех этих теориях, на всех этих делах, потому что мы стали исходить из нулевого состояния, из точки, что это максимальная свобода. Ну, конечно, пока не было этого эталона, никто не мог понять, куда двигаться, как мерить и так далее. Молодец, умница, умница, умница. Рассказывайте дальше. А, ну вот, ну вот, про то, что я вчера, сразу я попала... Как вы делали вот этот синхронасос? Кошлан-плеснажный. Это ключевые приемы для раскрепощения, а есть там еще специальный синхронасос, для того, чтобы выкишлиться. Выкишли, да. Вот тут нажимаете, и так вот, чтобы как бы так вот... Вот так... А, повременно синхронно, синхронно, молодец. Можно правая, вот правая рука, правая нога, но мне как-то... Дышим носом, дышим носом. И как-то вот так. И через рот выдыхаем с гортанным звуком. А, а, да, да, да. Да. Коленку поднимаем, ну так инстинктивно так и получается. Когда мы нажимаем, как бы невольно напрягаясь, колену приподнимаем. А есть можно теперь? Да. Я хочу, чтобы вы сделали со мной сидя на стуле, не в ванне. Мой способ. И посмотрим, как ваша ванна себя поведет. Я вам тут показываю. Я так бы... Я стала сразу своим друзьям рассказывать. Да. Первый у меня был, значит, такой серьезный. Я по WhatsApp могу четыре человека видеть в телефоне одновременно. И там очень легко подсоединяется все. Была, значит, я, медик, Нина Бендухидз, у нее образование Тбилисская медицинститут. Она работала в Праге, она работала в Бристоле здесь. Она была. Игорь Халюлин, он находится в Израиле, он ученый. И Нина Бендухидз, муж Джамал Гугунава, очень такой хороший художник. Он йогой занимался еще в советское время. Он меня постарше. Джамал меня очень интересовал, потому что он очень скептический человек. И когда вот я их втроем собрала на своем телефоне, они меня видели, ну и на компьютере. То есть мы вчетвером разговаривали. Они сразу мне сказали, Ирина, этот способ в воде не надо людям предлагать, не дай бог кто-то утонет. Это правильно, совершенно. Но Залмановский способ предлагают. Просто надо говорить сто раз о том, что надо быть аккуратнее. Метод Залманова тоже в воде горячей лежат. Я не знаю даже, про что вы говорите. Ну, короче говоря, весь мир знает это. Ну, кроме меня. Посмотрят там, много очень обучают инструкторов по Залмановскому методу в горячей воде лежать с определенной температурой и так далее. Как и попутать. В ванну-то все принимают. Да, да. Просто надо. Вот послушайте меня. Потому что человек может в ванне утонуть, запретить в ванной. Так же не должно быть? Нет. Да. В ванной же в каждой квартире может быть есть. Правильно? Да, да, да. Хотя в других квартирах душ больше, да? Ну, в ванной. Да. Все фильмы это показывают ничего не запрещают. Слушайте, ну, тоже добавляется дыхательная гимнастика к этой воде. Понимаете, в чем дело? это на грани. Это на грани разрешительной и неразрешительной системы. Так пусть врачи и думают. Пусть врачи и думают. Для этого есть сообщество врачей. Да. Правильно? Кому показано, кому не показано. Но если ты стоишь перед угрозой коронавируса, угроза коронавируса тебя заставит думать немножко иначе. Да. Потому что ты перед смерть или жизнь. Да. Правильно? Это немножко другие габариты. Да, да, да. Это отразляет многих, да. Ну, вот я очень протрепела, когда у меня движуха пошла плохая в легких. Я поняла, что это надо делать. Вот. И, но тут есть несколько важных моментов. Во-первых, у нас за это время, последние два года, на что обратила внимание моя очень мудрая подруга Алла Вовк. Вот. Она мне сказала, у вас там оборудование не поменяли, на котором тебя светили? Я говорю, поменяли. Она говорит, может быть, они раньше вот эти какие-то точки там не видели, а теперь увидели. Может быть. Единственное, что мне сказал онколог английский. Я когда спросила, есть там вот эти вот как бы кисточки или что там есть? Она говорит, в отчете радиографа не указано. Но, говорит, раз вода ушла, наверное, так она сказала. Наверное, там вода была из-за того, что там были эти кисты. Так она сказала. надо сейчас сказать, почему она там была. Из-за теста или оборотов. Я так подумала, знаете, какая могла бы быть ситуация, поскольку они шли по верхнему краю вот этой воды. Может быть, из-за того, что я два года назад все-таки начала что-то там отхаркивать, немножко вода ушла и они обнажились. Я не знаю. Надо с академиком чуть-чуть. Все надо с академиком. Он, в отличие от многих других врачей, я же его знаю, он, в отличие от многих других врачей, он от Бога пульмонолог. Ну да, это человек, который своим делом занимается. Не потому, что он учился в институте, не потому, что он сдал экзамены, а потому, это его. Вот он в этом разбирается. Надо с ним поговорить. Ну вот, я сейчас вас попрошу, для тех, кто не имеет ванны, этот способ мой может применять сидя на стуле. Сейчас, пожалуйста, будете за мной следовать. Я вам скажу, я с моей подругой, которая, у меня тут английская есть подруга, она пением занималась. И я ей позвонила и сказала, что смотри, я вот так-то, так-то придумала. Она меня выслушала, она сама астматик. Она занимала, не астматик, но проблемы с дыханием были. Дети у нее, она знает эти проблемы. И когда я стала объяснять свой способ, что мне сказали, что про ванну вообще молчи, она сказала, ты же знаешь, есть дыхательные упражнения, которые певцы делают. И давай мы с тобой его применим так, для широкой публики, для пожилых людей, которые, чтобы они не перестарались. Почему? Потому что я проводила видео-чат с своими друзьями. Некоторые из них уже занимались хлестом. И те, которые занимались хлестом, у них, ну, они могут долго не дышать. И я им показываю... Вот, вот, вот. Значит, наши упражнения дают результат. Да, абсолютно. И эта женщина, она, Леночка, она могла больше не дышать, чем я. Мы, конечно, это делали вот так тоже, на стуле друг друга видя, да, или там стоя. И она настолько увлеклась этим способом, то есть довдыхивала, 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 что у нее же голова потом закружилась. Я говорю... Вот, 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 Сразу, значит, стоп. И сидя на стуле. Поэтому это делает постепенно. Да. И не скачаться. Да. Не надо с одного раза сел, потому что у тебя еще может давление подскочить. Да. Конечно, ты как пузырь надуешься, вообще не подготовленный к таким направлениям. Да. Так извините меня. Это все равно, что ты физически так напрягся или психически так напрягся. Угу. Ну, инсульт это от чего бывает? Угу. Ну, в какой-то момент у тебя такое перенапряжение, а давление подскочило артериальное. Да. Да. И сосудик какой-то там или другой тип, инфарктный или инсультный, разные варианты. Да. Но нельзя так с этим баловаться. Мы для этого это и предупреждаем. Там я же доктор, я сразу говорю, что могут быть... Поэтому надо подготовку, поэтому вот правильно вы сказали, хлест, потом ближний, чтобы снять вот эти зажимы, подготовку провести. А как же, ключ нужен, вообще ключ нужен перед любой деятельностью. Обязательно. Он очень нужен. Это же Эльминка. Мы с вами потом еще, что касается психиатрии, выхода в ноль, отдельно должны поговорить. Я много чего могу сказать. Давай мы так сделаем. Я вас очень прошу, мы на этом сейчас прекратим. А можно вы это сделаете со мной? По методике моей певицы, потому что... Нет, я бы хотел, чтобы мы отдельно это записали и всем показали тоже. А, хорошо. Вторую часть у нашего фильма. Хорошо, как скажете. Это мы сделаем потом. Вот сейчас я там переговорю. Вот там ко мне звонит человек, у него что-то такое, понимаете? Мне надо ему срочно помочь. Или поговорить. Хорошо. И Тимуля, мой друг, тоже звонит. Три человека у меня там висит. Хорошо. Хорошо. Да. Но вы никуда не уходите. Через час мы с вами встречаемся. Хорошо, я буду тут сидеть. Вы час подождете или это долго? Я готов всю жизнь ждать. Да, молодец какая. Молодец какая. Мужа, поздравляю вас. Пятый раз, 1 мая. Я думаю, мы с вами вместе очень большое полезное дело делаем. Да. Всем на карантине. Мы делаем полезное дело. Кто-то из них, из этих людей, на самом деле, который уже занимается их лёстом, и этим самым он теперь сможет, если у него будет случай какой-то, с этими лёхами, профилактику сделать, и даже и... Да, да, да. И выкашли. Через часик связываемся, списываемся. Спасибо. Спасибо большое. До встречи. Слава всем богам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.